У нас уже пластик идет, вот смотрите, да, уже не стучит, уже мягенький идет. Здесь у нас все твердое, а вот здесь часть мягкая. В этом отношении, конечно, Mazda CX-5 и Qashqai, они на шаг впереди, в отличие от Toyota. Но в целом, понимаете, я на панели спать не собираюсь, поэтому для меня, наверное, самое главное, это то, чтобы не гремело. На самом деле, пока у нас ничего не гремит, и это радует. Пока у нас ничего не гремит. Сразу говорю, экран вроде кажется большой, да, но на экране у нас, как вы видите, у нас много съедается вот этой панели, поэтому экран, ну, не такой большой, как хотелось бы. Сзади тоже у нас есть электроподогрев ваших попок и тому подобное. И, в принципе, в принципе, все. Что касается у нас по шумоизоляции. Шумоизоляцию пришлось сделать отдельно, без шумоизоляции не получалось. И сейчас мы с вами тронемся, да, и у нас сразу же пропадет. Я думаю, картинка должна пропасть по логике. Что касается у нас именно по шумоизоляции. Ну, вот сейчас мы с вами едем 60 км в час. И, как вы уже смогли догадаться, да, в целом довольно-таки комфортно. Сейчас мы едем с вами по серпантину. Режим я поставил эко, чтобы не провоцировал меня на какие-то обгоны и тому подобное. Что касается дополнительного, да, дополнительного я забронировал у нас зеркала, забронировал еще что-то. И здесь, скажу, ну, сервис так, скажем, слабенький. Показывает, что он читает формат у нас DVD. Но пока я DVD у нас еще не читал, не пробовал. Здесь мы сейчас с вами объедем. Мы с вами находимся в Дагомесе. И не можем по-грому проехать. Да, вот если когда обороты больше 3000, то чувствуется, что иногда этот звук трактора доносится. Сейчас минимум с вами 80 км в час. Ну, я считаю, что в целом тихо. Сейчас тише, чем на Кашкае. И, может быть, прям чуть-чуть погромче, чем на BMW, наверное, на кабриолете. Ну, ехать комфортно. Кто-то говорит, что у нас там, не знаю, жесткая подвеска. Ну, так получилось, что у меня все последние машины, что Mercedes C-класса, да, что у нас в Volkswagen у меня был Тауран, прямо совсем старенький, что Renault Megane. Нет, Megane был помягче. Ну, вот Кашкае, именно CX-5, Mazda и BMW 325, они все примерно одинаковые по жесткости. Что касается управляемости, легко управляется. Руль приятно наливается тяжестью. В то же время, когда ты паркуешься, делаешь какие-то маневры, очень все легко выполняется. Мне отлично нравится. Ну, и опять же, подводя итоги, по гарантии, наверное, обратимся. Сейчас мы тоже можем включить у нас не громкую музыку. Вот так, наверное, слышать комфортно. В общем, здесь шесть колонок. Противный звук, когда ты берешь и убавляешь, либо прибавляешь, колонки находятся у нас в дверях и еще находятся в панели. В целом, как вы сейчас слышите, видите, да, у нас ехать комфортно. Мы сейчас едем со скоростью 80 км в час. И, в принципе, ничего не раздражает. Это по навигатору. А вот если посмотрим мы с вами непосредственно по авторегистратору, да, фактическая скорость, конечно же, меньше. 52 км и так далее. В целом, давайте подведем итог. Нормальная, хорошая машина, я бы не сказал, что она, ух, там, все супер, все классно. Нет, если бы я пересел бы на нее с Париоры, я бы так и сказал. Но так как у меня еще есть два автомобиля, это Nissan Qashqai в люксе, да, двухлитровый, и есть у меня еще BMW кабриолет 325-й, то я могу сказать, что, например, по комфорту, конечно, BMW, она в разы лучше и в разы интереснее. Но, ребят, она у меня непрактичная. Там всего лишь две двери и расход там, получается, по городу 17 литров у меня. Здесь, конечно, дизель для тех, кому хочется там экономить, потому что пробеги большие, сами видите, да, даже еще трех дней не прошло, у меня пробег уже больше трех тысяч. Вот такая штуковая она. В общем, если вдруг полезно было что-то для себя узнать, если нравится формат такого видео, ставьте лайк с большим довольствием. Как-нибудь дополним этот небольшой видеоотзыв. Ну, а теперь всем пока и спасибо за просмотр.